Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня хочу вас познакомить с совершенно необычной гостьей. Это гости, которой я прям восхищаюсь, потому что это гости женщина, которая сумела организовать огромный бизнес. В моем представлении это просто огромный бизнес. Это раз. Во-вторых, она просто красавица. В-третьих, она успевает вести активную светскую жизнь и блистает на приемах. Ну и в-четвертых, у нее очень интересный подход к здоровью. И именно об этом я хотела сегодня задать несколько вопросов с замечательной, сногсшибательной, успешной Еленей Лениной. Добрый день, Леночка! Здравствуйте, Леночка! Здравствуйте, дамы и господа! Леночка, я хочу спросить вот что. Как удается? Как это удается? 24 часа в сутки у всех людей. Как за эти 24 часа можно установить серьезный бизнес и при этом еще вести активную такую социальную жизнь? И вообще, как она, вот эта активная социальная жизнь, когда ты везде и в газетах, и в интернете, и на телевидении? Вообще, как удается справляться с вот этим потоком контактов? Возможно, негатива, возможно, позитива. Как это? Каково это? Если вы никогда не испытывали на собственной шкуре шквал хейта, поток зависти, ненависти, критики, желчи, негатива, то вы никогда не поймете ни одного моего звездного товарища, потому что публичные люди с этим явлением сталкиваются ежедневно. И это не только потому, что кто-то замечает в них какие-то негативные стороны. Чаще всего люди зеркалят, и собственные неудачи социальной своей жизни или какие-то свои собственные недостатки таким образом пытаются нивелировать, критикуя за это же публичных людей. Ведь в жизни публичных людей не больше грязи, измен или алкоголя. Все то же самое во всех остальных социальных группах. У художников, у банкиров или у спортсменов тоже есть и те, кто умен, и глуп, и те, кто правильный образ жизни ведет и неправильный. Некоторые мои товарищи звездные, конечно, уходят от большого потока критики в алкоголе или в наркотике, но чаще всего звезды ведут правильный образ жизни, правильно питаются и занимаются спортом, высыпаются и, в общем, следят за собой, потому что такой объем физической и психической нагрузки, конечно, выдержать, не ведя здоровый образ жизни, почти невозможно. Особенно те, кто не привык к этому яду по капле с детства, а резко стал знаменитым за один день, вот тем, конечно, тяжело, и они иногда ломаются и уходят из публичности навсегда, потому что не выдержали большой нагрузки. А те же, кто долго идет к своей знаменитой цели, те, конечно, становятся иммунизированными и уже не боятся никакой критики, тем более, что, в общем, чаще всего это проблемы тех людей, которые критикуют. Леночка, точно знаю, для сохранения классной идеальной формы надо чем-то заниматься. Для кого-то это спорт, для кого-то это питание, для кого-то это медитация. А что это для вас? Что вам позволяет быть всегда в седле и всегда в отличной форме? Что это? Я, как и многие мои звездные товарищи, занимаюсь спортом. Я лично занимаюсь в ежедневном формате. Я каждый день бегаю 46 минут на беговой дорожке, только не бегу, а спортивно и иду, и очень с большой скоростью, 6,5-7 км в час, что быстрее гораздо, чем обычный прогулочный шаг. К концу 46-й минуты, а такая у меня норма, с меня под валенградом, я очень устаю, но это позволяет выдерживать любые нагрузки. Помимо этого, что улучшает метаболизм и работу лимфатической системы и прочих всяких систем, я еще занимаюсь некоторыми мышечными упражнениями, например, приседаниями, отжиманиями и прессом. И вот совсем недавно начала очень интенсивно заниматься, и так втянулась, говорят, за 21 день можно привыкнуть даже к самым тяжелым упражнениям и получать от этого удовольствие, а главное, большую пользу. Леночка, отлично, 46 минут физической нагрузки, это прям вдохновляет, супер, супер. Мои девочки, которые в системе старости нет, они знают, что физическая нагрузка – это развитие капиллярных сетей, это возврат в молодость, в свое, собственно, 25-летие. А что у вас с питанием? Потому что я точно знаю, знаменитые люди, то в кето, то в низкоуглеводное питание, то обезжиривают свою пищу. А какое кредо в плане пищи именно у вас? Я всегда была вегетарианцем. С 18 лет я не ем ни птицы, ни мяса, ничего подобного. И очень внимательно отношусь к тому, что вообще попадает в этот храм. А каждое тело, каждый человек должен считать своим храмом и не вносить туда ничего недозволенного. Понятно, что я не курю и не употребляю наркотики, даже не пробовала никогда. Я даже не пью и никогда не пробовала. Я русский человек, но я никогда в жизни не пробовала водки. Я человек, проживший 10 лет во Франции, но я ни разу в жизни не попробовала никакого вина, ни красного, ни белого, ни розового, что очень удивляет и возмущает французов. То есть я очень внимательно слежу за тем, что я ем. И в последнее время даже взяла себе диетолога и после самоизоляции, когда набрала, как и все мы, начала очень серьезно заниматься своим питанием. И поэтому теперь мое питание состоит только из фруктов, овощей, орешков и белка. Белка в виде морепродуктов, рыбы и яиц. То есть я полностью исключила всю молочку, никаких молочных продуктов вообще. И мои любимые сыры остались навсегда в прошлом. Я полностью исключила все виды мучных изделий, то есть весь глютен. И мои любимые круассаны и пирожные тоже остались навсегда в прошлом. И я борюсь и почти полностью исключила сахар. То есть я если ем что-то сладкое, то это сухофрукты и фрукты, мед. В общем, с утра я обязательно ем что-нибудь очень сытное, жирное, потому что помните про то, что завтрак должен быть самым активным приемом пищи. Печень наша благоволит к жирным вещам с утра. И поэтому я ем с утра что-нибудь вроде бы жирной рыбы, лосося или брокколи отварное с растительным маслом и с разными специями. Ну, в общем, что-нибудь многое, и в том числе и жирного. На обед это белок и овощи. На полдник любые фрукты. Ну, а вечером только зеленые овощи. Вот это самый тяжелый период моего дня. Поэтому я привыкла к новым для себя овощам. Я никогда их раньше не ела, а теперь вот по рекомендациям диетолога сижу на них каждый вечер. И меня спасает фенхель, сельдерей, цикорий и брокколи. И вот это все можно есть в любом количестве вечером. Понятно, что без майонеза, соусов, масла и так далее. В общем, стараюсь вести здоровый образ жизни. А из всех каш, тоже где-то в районе полдника или обеда, я позволяю себе только гречку, только киноа, только рис, причем рис или басмати, или рис не обдирной, а вот такой вот коричневый рис, который не обработанный. И, может быть, пшенку. Ну, вот пшенку мне не удается есть часто, но ее тоже, говорят, можно. В общем, стараюсь привести себя в форму после того, как мы все на пандемии переедали. Эти неожиданные каникулы длиной в год. Надо как-то теперь с этим бороться, с последствиями. Но я уверена, что мне это удастся, потому что я всю жизнь занимаюсь правильным питанием. Всю жизнь знала и никогда не пила никаких напитков типа кол. Вы не могли бы заставить меня выпить свежевыжатый даже сок, не говоря уже о синтетическом соке. В общем, стараюсь очень правильно питаться. Леночка, отлично. Очень низкоуглеводно, фенхель, различные виды капусты. Очень круто. Действительно, очень низкоуглеводно и классное питание. Видимо, достаточное по количеству белка. И углеводы с низким гликемическим индексом. Так что все шансы, все шансы удерживать хороший, качественный, классный вес. Вес своего собственного 25-летия. Это очень круто. Скажите, ну вот я общаюсь с большим количеством людей, это мои студенты, студенты концепции старости нет. И вот они говорят, Лен, ну пока дома сидишь, все хорошо. Отладил питание, у тебя завтрак, обед, ужин, надо перекусы. Значит, и перекусы. Но что делать, когда друзья зовут ресторан? Что же там выбрать? Что делать, когда друзья просто зовут к себе в гости? И как быть нормальным человеком, чтобы и не обидеть хозяина, и при этом не наесться чего-нибудь ненароком? Ну такого, что скажется когда-нибудь на фигуре? Как вы решаете этот вопрос? Я просто четко знаю, представляю, что у вас большое количество посещений ресторанов, и вас часто, скорее всего, приглашают в гости. Как вы решаете этот вопрос? Самая большая проблема для меня, это теперь походы в гости. Потому что чаще всего люди в гостях или сами едят, или кормят своих гостей, но тем, что я не ем совсем. То есть я не ем мясо, я не ем сыр, я не ем хлеб. И поэтому я теперь наедаюсь перед тем, как выйти в гости. И всегда держу в машине много всего полезного. Например, в автомобиле с собой беру баночки с пророщенным горохом, пророщенным пашиш, такой толстый горох, с пророщенной чечвицей, баночки с орешками, с сухофруктами, фрукты нарезанные, морковка, яблоки. На днях купила очередную порцию яблок у своего знакомого фермера. Яблок я купила уже 200 килограммов в этом году за эту зиму. Уже 101 килограммов съела, поехала купила еще. Этого фермера я выбрала, потому что это биофермер, и еще и потому, что он мне позволил выбирать, с каких яблонь я хочу яблоки. Потому что я приезжаю на фермы со счетчиком Гейгера и с подсчитывателем нитратов. И сначала покупаю один фрукт, втыкаю туда вот этот вот указатель нитратов, определяю, что этот продукт можно есть, и уже покупаю большим оптом. Но помимо того, что там не должно быть нитратов, я еще выбираю те деревья, те яблони, например, которые находятся подальше от дороги. Потому что я знаю, что на расстоянии 50 метров от любой автотрассы земля и почва перенасыщены редкоземельными металлами и прочими вредными веществами, которые делают ядовитыми эти продукты. Поэтому я стараюсь выбирать всегда себе, когда покупаю оптом фрукты и овощи, те, которые растут и выращиваются не просто в биоусловиях, но еще и подальше от разных дорог. Поэтому научилась теперь, в общем, перед выходом в гости есть и перед выходом в рестораны есть. А для того, чтобы не есть в ресторанах от голода то, что там плохого, вредного подают или соусами залили так, чтобы непонятно было, что это уже протухло, я всегда с собой утром выхожу с напитками, которые я специально делаю. Мой любимый напиток – это иммуностимулирующий, особенно вот популярен у меня в семье в последний год. Это куркума свежая, черный перец, который усиливает в тысячу раз полезное иммуностимулирующее действие куркумы, иммуностимулирующий имбирь, корица антибактерицидная, фактически убивающая все бактерии, вещество – это сплавы шиповника для витамина С, лимон тоже для витамина С, и может быть зеленый или белый чай. И вот это все я каждое утро себе намешиваю и пью весь день, и хожу с собой везде с термосами, с бутылочками своими, с баночками, со своей едой. В общем, пытаюсь как-то выжить, потому что то, чем кормят нас в ресторанах, а там бизнес есть бизнес, ничего личного, там, в общем, никто не заботится о вашем здоровье, да еще и пытаются набить все карманы, поэтому идут иногда на преступления. И то, чем, к сожалению, кормят нас в рекламе, то, конечно же, есть нельзя. Леночка, ну вот вы начали уже говорить о напитках, это тоже, на самом деле, для многих людей прям камень преткновения. Люди используют очень правильные продукты питания, выстроили рацион, а ошибку делают именно в напитках. Один напиток, я уже поняла, это такой иммуностимулирующий, крутой напиток, профилактика не только ковид-инфекции, но и любой инфекции, а поддержка и помощь доиммунной системы. Очень крутой замес. Скажите, а какой ваш самый любимый напиток? Что вы любите? Что вы пьете? Самый мой любимый напиток – это вода. Обычная чистая питьевая вода. Не минеральная, высоко минерализированная вода, в которых там всегда написано на этикетке, научитесь читать этикетки, в которых очень много разных минералов, и это иногда бывает вредно, если использовать такую воду в день по 2-3 литра. А вот обычная, низко минерализированная питьевая вода – это идеальный напиток. Я во всех своих домах имею фильтры, я очищаю воду. В некоторых странах, даже боясь очищенной воды, покупаю. И вот всегда пью по 2 литра в день чистой питьевой воды. И считаю, что это единственный напиток, который вообще можно принимать. Я позволяю себе иногда, редко-редко, чай зеленый, или совсем-совсем уже отказалась даже от кофе, потому что его пережаривают и поговаривают, что это тоже может быть канцерогеном. Но никаких соков, никаких химических напитков, никаких тем более энергетиков, никаких тебе кол. В общем, только чистая питьевая вода. И всем вам того же желаю. Леночка, не знаю точно, много ли вы путешествуете, нравится ли вам путешествие, но может быть вы нашли какие-то приятные для себя уголки мира или то место, где вы хотите жить. Например, где вы сейчас живете, где вы остановились, что вам больше всего нравится. Грецию я выбрала не для себя, а для своей мамы. Она всегда мечтала о домике на берегу моря. И поэтому наша семья с удовольствием приезжает туда отдохнуть, провести семейные каникулы. Сама я чаще бываю во Франции, в последнее время часто бываю на Кипре, ну и, безусловно, в Москве. И вот так и мечусь по жизни. Мне очень нравится и в Западной Европе, и в Москве. И там, и там есть свои плюсы и минусы. И там, и там мне нравится. Поэтому, когда у меня спрашивают, где же я живу, я говорю, я живу в самолете, потому что я очень много передвигаюсь. Последний год, конечно, меньше. Пандемия заставила нас всех, свои привычки и чемоданы немножечко сократить. Но я надеюсь, что жизнь вернется на круги своя, и мы снова будем многое и с удовольствием путешествовать. Единственное, я решила закрыть направление Мальдива-Сейшела-Мавриканские для себя, потому что в последний раз было жутко разочаровано тем, как много необитаемых островов, например, на Мальдивах, превращают просто в свалку. Вот ты приезжаешь на частном корабле к абсолютно белоснежному песку острова и видишь с ужасом сваленные черные мешки мусора. То есть местные жители пока еще не так осознанно относятся к экологии, как европейцы, например, в самых развитых странах. И поэтому то, что творится сейчас вот в таких вроде бы райских направлениях, то, конечно, вызывает у меня большое беспокойство. Поэтому лететь туда 15 часов на самолете, испытывая большие перегрузки, радиацию и все прочие неприятности длительных перелетов и попадать в свалки мусора вот для меня больше перестало быть привлекательным. Поэтому я теперь все-таки буду где-то в районе между Москвой и Европой. Я вижу свои ближайшие каникулярные направления и места пребывания. Леночка, вижу по вашим ответам, что вы человек, который действительно любит себя, причем любит себя безусловной любовью. Но у меня есть большое количество девчонок, которые не могут для себя. Вот они не могут для себя постройнеть, они не могут для себя отважиться на физическую нагрузку и так далее. И живут как бы по привычке. Но вот ради какого-то мероприятия в жизни, например, выпускников, вечер встреч выпускников, ну она уже придет и она должна хорошо выглядеть. Или, например, свадьба сына. Они готовы прямо на все. Если у вас какое-нибудь такое вот такое событие может быть в жизни, ради которого вы прямо готовы сделать еще больше и так, чтобы вот был результат, эффект. В моей жизни существует очень тяжелый ежегодный этап, особенно до пандемии он ежегодно существовал. Это Каннский кинофестиваль. Особенность фотографирования на Каннском кинофестивале заключается в том, что 4,5 тысячи аккредитованных фотокорреспондентов со всего мира рикошетят вас своими аппаратами, своими вспышками со всех углов, со всех сторон. И поэтому только самая идеальная женщина может выглядеть красиво в каждом кадре. И то, наверное, таких нет. Поэтому для того, чтобы выглядеть прилично и быть готовой к Каннскому кинофестивалю, мне каждый раз приходится перед Каннами садиться на жесткую диету. Моя любимая диета это сырая морковка. Я чищу себе морковки целый тазик и ем ее много по сравнению с тем, сколько обычно я ее ем. Но при этом все равно разумеется не больше, чем обычный прием пищи. Но зато мне это позволяет за неделю до Каннского кинофестиваля скинуть килограммов 4-5. Это такой зверский метод, но мне он нравится больше, чем кефирная диета, потому что все-таки молочные продукты я теперь себе не позволяю. Или еще какие-нибудь голодные диеты. Мне тяжело голодать, я еще до такой степени осознанная зожница. Поэтому пока сижу на сырых овощах, когда нужно резко скинуть. Но если нет морковки, то моя любимая диета это огурчики. огурцы, которые вообще чистая вода, я люблю в любом количестве, тоже могу есть неделю легко, но желательно, чтобы эти были огурцы био, с бабушкиного огорода, какие-нибудь полезные они, вот эти тепличные, синтетические, в которых больше нитратов и химии, чем польза. Леночка, ну и конечно такой вопрос, если я его не задам, то мне мои слушатели просто не простят, почему не спросила, почему не спросила. Лена Ленина, она себе может позволить абсолютно любой уход, поэтому у меня к вам вопрос, как вы относитесь к косметическим операциям и инвазивным методикам омоложения, ботокс, мезотерапия и так далее, как вы к этому относитесь? Мои большие адепты всех косметических и косметологических изысков и постоянно на себе пробуют все необходимое, все самое современное передовое, все эти плазмы, все эти гиалуронки, все эти ботоксы, все эти лифтинги, в общем и все, что с этим связано. Ну, я считаю, что это не так полезно, потому что принадлежу ко второй категории своих знакомых и подруг, которые предпочитают здоровье в качестве основы для красоты. Я знаю, что ботокс это яд, я понимаю, что все эти накаченные губы смотрятся немножко некрасиво, я понимаю, какой вред организму приносят постоянные хирургические интервенции, потому что это всегда риск заражения, это всегда антибиотики после операции, в общем, все это я стараюсь не делать, не делаю, не хочу делать и надеюсь, что никогда не понадобится делать, потому что в моем идеале красоты взрослой женщины или даже очень взрослой женщины это женщина с натуральными морщинками, женщина стареющая натурально, поэтому я считаю, что главный способ быть красивой это правильный образ жизни, правильное питание, большое количество спорта в жизни и вот такая здоровая красота мне нравится больше, как только я чувствую, что у меня появляются лишние объемы, отеки, я скидываю несколько килограммов и тогда тело приходит в норму, занимаюсь чуть-чуть больше физкультурой, тем более, что физкультура существует и для шеи, и для лица, и для губ, и для всего существуют упражнения, и поэтому если человек занимается спортом и правильно питается и исключает полностью все вредные привычки, такие как убийственно-глупые сигареты, или там убийственные наркотики и алкоголь, то, конечно, он может быть красивым, здоровым долго, и вот такая натуральная красота мне нравится больше, чем все искусственные ягодицы и перекачанные губы. А чего же боится Лена Ленина? Я больше всего боюсь бояться, нет у меня больше страхов, я не боюсь ни смерти, ни старости, ни болезней, ни убийцы, ни ничего, потому что мне так весело и классно живется, я радуюсь каждой секунде своей жизни, что мне совершенно не страшно ничего, тем более, что я в своей жизни решала огромное количество проблем и знаю, как они решаются и бояться никогда не буду, даже если столкнусь с чем-то неприятным и это что-то неприятное просто буду преодолевать, но по мере появления, а не заранее, глупо бояться прошлого, будущего, того, что может быть произойдет, но не произошло, дикие звери в природе, как говаривал мой любимый философ Синека, не боятся в ожидании опасности, они убегают от нее, как только с ней сталкиваются, а после того, как убежали, тоже не думают о ней и тоже ее не боятся, в общем, так же и мы должны по золу природы избегать всяких страхов, поэтому я всем рекомендую ничего никогда не бояться. Леночка, очень часто те люди, которые заработали в своей жизни все своим трудом, могут выделить основное, как бы вот сухой остаток, можно сказать, секреты, есть ли у вас какие-нибудь секреты, секреты от Елены Лениной. Три моих секрета. Первое. Я очень люблю яблоки. В этом году купила уже 200 килограммов моего любимого сорта Джона Голд. Покупаю у знакомого фермера и умудряюсь съесть за год. Я знаю, что Агата Кристи часто откровенничала о том, что ей легче пишется, когда она садится с тазиком яблок. Может быть, это свойственно писательницам. Я тоже написала 26 книг, я тоже писательница, поэтому, может быть, яблоки это наше. Второй секрет. Я очень люблю учиться. Мой автомобиль это университет на колесах. Он полон аудиокниг. Аудиокниг в тех направлениях, которые мне очень живо интересны и я хочу постоянно совершенствоваться в этих областях. Здоровое питание, история искусства, маркетинг, пиар-продвижение, психиатрия, юриспруденция, налоговая. Очень много тем, которые меня интересуют. Я постоянно использую каждое время, проведенное в машине, для того, чтобы еще чему-то научиться. И третий секрет. Лена Ленина роботоголик. Лени Лениной лень лениться. Я очень люблю трудиться, считаю это самой главной добродетелью человеческой. Считаю, что это самый прекрасный из всех видов зависимости. Если у вас есть другие, попробуйте переквалифицироваться в эту, и ваша жизнь станет лучше, и жизнь ваших родственников, близких, потому что вы сможете обеспечить достойную старость своим родителям, сможете обеспечить себе прекрасную пенсию и пассивный доход, и сможете обеспечить своих детей, так, чтобы они ни в чем не нуждались, и всегда были в тепле, в заботе и в безопасности. Леночка, спасибо огромное за такую содержательную беседу, я очень-очень рада нашему знакомству, и думаю, что наша встреча и наша беседа была очень полезна моим слушателям. До новых встреч! Спасибо, Леночка, до свидания! А я напомню всем дамам, что в этом году в моде умные и здоровые!